Чтобы приготовить начинку для лохмаджун, вам понадобится полкило фарша мясного, 4-5 луковицы, 3 помидора, болгарский перец, петрушка, растительное масло, разные приправы, соль и чеснок. И томатная паста вам понадобится. Погружаем в блендер лук и измельчаем его. В лук добавляем болгарский перец. Имейте ввиду, что вы можете просто мелко нарезать, но я предпочитаю, когда все перемолото. Добавляем помидоры и измельчаем в блендере. Добавляем петрушку и снова измельчаем. В наш фарш добавляем вот такую смесь. Приправы побольше красного, черного чайная ложка, красного полторы, кикек, кимьон и соль 2 ложки. Ну, соль посмотрим, может еще и придется добавить. А также я сейчас положу томатную пасту. Вообще желательно перцовую, но у меня перцовой нет, поэтому я побольше сделала болгарского перца. И еще где-то 50 мл растительного масла. И все это нужно перемешать. Наша начинка для лохманджун готова. Вот такая она должна быть жидковатая. Перед употреблением нужно ее перемешать. Мы должны ее мазать, как повидло на нашу лепешку. А вот мое тесто, которое в холодильник я поставила. Оно все подходит и подходит. Если вам интересен рецепт, как приготовить тесто для хачапури, пирожков, то вы можете посмотреть и найти этот рецепт на моем канале, в плевисте «Готовлю дома». Хачапури, там тесто очень много. Или мне напишите, я вам отправлю рецептик. Лохманджун делают без дрожжевого теста. Но я решила попробовать с дрожжевым, как оно получится. И сейчас приступаем к приготовлению. И турецкие хозяйки вот эту вот начинку отправляют в фурын, где им пекут лохманджун. А я это все сделаю сама сегодня и с дрожжевым тестом. Я планирую выпекать большие лохманджун. Я его раскатала сначала в муке, а потом вот положила на кальку. Видите? И сейчас вот на противень выложу. Первый готов. Отправляем в духовку. Я решила сделать вот на такой вот сетке. Посмотрим сейчас. Так, мои дорогие, как тут дела? Пока еще не готово. Но скоро-скоро. 250 градусов. Тесто раскатали на несколько кружочков. Раскатываем вот такой тонкий лист. Смазываем начинкой. Отправляем в духовку на температуру 250 градусов. И вот наша готовая лохманджун, друзья мои. Посмотрите, какое вышло 4-4. И ничего, что дрожжевое тесто. Готовьте со Светланой. Ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите.